Всем привет, друзья! На одном из стримов я спросил, у вас будет ли интересная для вас тема разлова отвара удачи на трех рыболовных базах, и более 30 человек выразили свою заинтересованность. Но я пошел дальше и сделал для вас видео с выловом всего отвара удачи на одной базе, поэтому не забудьте поставить лайк, а вам желаю приятного просмотра. Волга – это рыболовная база, на которой обитают все 11 видов рыбы для отвара удачи, и до недавнего времени я ловил здесь только 3 вида, а остальные я уже разловил специально для создания видеоролика. Ну а ловить все виды без напряга и беганины на одной лишь Волге или нет, решайте уж сами. Я вам лишь по порядку расскажу, где и на что ловить. Белогласка – первая в списке рыбы для отвара удачи, ловится лучше всего на локации студеный овраг, заброс 8.11 над ящиком. У меня сразу заработал после прикормки жмых плюс перловка, а в качестве насадки я уже использовал хлеб. Ловить ее нужно со дна, попадается круглосуточно, но как и везде, больше зачетных особей идет именно ночью. Прилова здесь немного, а если есть, то его можно легко отсекать, ведь белогласка при поклевке дает не сильный загиб. В то время при ловле на хлеб вся сорная рыба имеет сильные загибы. На первой локации съело богатырь, без проблем можно разловить воблу, которая клюет фактически на любом забросе, если ее прикормить по стандарту. Жмых и наживка. Самой активной у меня оказалась ямка 7.55 над игроками, насадка для ее ловли геркулес. Тут же при ловле попадается и тарань, но чуть позже об этой рыбе я скажу отдельно. Вобла же имеет характерный слабый загиб и отличить ее от при ловле спустя несколько выловленных рыб вы сможете без проблем. У крестовой поляльной на жука или кузнечика ловится голавль, который идет только внахлыст, то есть 1 см при настройке глубины на поплавочной снасти. Забросов на этой локации достаточно, чтобы найти, где голавль начнет лучше всего клевать. У меня это небольшая яма над ящиком глубиной ровно 7 метров. Прикормил один раз жмых наживка. При ловле здесь не встречал. И уходя с локации, тут же отлавливаем и густеру, заброс 10 метров над блокнотом, насадка, геркулес или перловка. Во втором случае будет немного прилова. Густеру я здесь ловлю давно и когда только разлавливал, даже не прикармливал ее. Но я думаю стандартный прикорм уместен. Изначально перед созданием видео я думал, что с жерехом на этой рыболовной базе могут возникнуть проблемы. Но на мое удивление, перебрав все блесны, решил попробовать на ту же, что и на Деме. И он начал и здесь хорошо ловиться на воблер 3014 большой или средней при медленной проводке. Забросов тут немного, выбрать сможете сами. Лично у меня работает дальний заброс над рюкзаком. Тут же можете закинуть наживца, на которого кроме жереха будет приловом идти судак. Главное научиться отличать загибы от щуки и окуня. На локации Жигулевские ворота без проблем идет красноперка на забросе 980. В качестве наживки используйте караеда или ручейника. Ловите со дна, как и много видов из отвара, больше всего зачета идет в ночное время. Но клюет она круглосуточно. Леща я разловил на локации рыбное место на горошек. Заброс над блокнотом. Ловится со дна круглосуточной, выдает крупные экземпляры, причем зачетные. Как вытаскивать рыбу, я думаю, вы знаете, а больше никакими знаниями для ловли леща в Р3 обладать не нужно. Подлежчика отловил на той же локации крестовая поляна в том же забросе, что и густеру, только ловил в этот раз на горошек. Он и раньше здесь попадался приловом на перловку, поэтому пошел сразу. Думаю, прикормив эту яму на густеру и половив на перловку, вам тоже не придется искать другой заброс. Кто смотрел мои предыдущие видео, уже в курсе, что из синца я ловлю сдержанное тесто, заброс на чатом 565, где он пулеметит круглосуточно. Если впервые его ловите, то используйте прикормку жмых плюс тесто. Загиб у него маленький, так что прилов отличить нетрудно, разве что бывает белоглазка проскакивает. На локации студеный овраг я разловил таран на геркулес. Заброс для ее ловли оптимальным оказался 944 над катушкой. Ничего нового здесь придумывать не нужно, кроме как найти свой заброс, забрасывая все уды в разные ямы, прикармливая их. Где лучше пойдет, там и ловим, если рыба не вытаскивается одной клавишей, можно сбрасывать, так как будет незачетно. Ну и на этой же локации все-таки начал ловиться у меня и судак. За ним вот единственным на этой базе пришлось побегать и на живца при забросе над удочкой он у меня начал стабильно ловиться. Отличить его от сорной щуки и стерляди не сложно по загибу и не стоит таскать все подряд, так как разловить в таком случае его будет сложно. Главное найти свою точку для его ловли. Ну вот и отловили мы все 11 видов рыбы для отвара удачи на всего лишь одной базе. Вашу просьбу я выполнил и теперь вы знаете где, как и на что ловить отвар удачи, не бегая по всему миру РРТ-3. Взамен вы можете выполнить мою просьбу, поставив лайк и подписавшись на канал, при этом нажав на колокольчик, выбирая все оповещения. На этом все, пишите свои топ-комменты и вы тоже попадете в конец видеоролика. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok